Привет! Сегодня у нас на обзоре бюджетная система видеонаблюдений из Китая. Система состоит из 8-канального видеорегистратора N1008F для IP-камер Full HD и две внешние камеры с разрешением 1080p. Если кому будет интересно, то ссылку на товар найдете в описании под видео. Посылка шла примерно месяц обычной почтой. Трек-номер отслеживался на всем пути доставки. Видеорегистратор бывает как 4-канальный, так и 8-канальный и записывает видео в Full HD, используя при этом видеокодек H.264. Как мы видим, обычная почта оставила свой след на коробке видеорегистратора. Надеюсь, внутри все целое. Считаю, что продавцу стоит задуматься о дополнительной упаковке при отправке заказов. В комплекте сам регистратор N1008F. Упакован дополнительно в воздушный пакет. Внутри коробки также есть адаптер питания на 12 вольт 2 ампера. Небольшая лазерная USB-мышка для передвижения по меню регистратора и его настройки. Инструкция на английском языке и набор болтов для закрепления жесткого диска. Видеорегистратор довольно-таки компактного размера, примерно 20 на 25 сантиметров. Выполнен из черного пластика, а сверху на крышке только надпись «Цифровой видеорегистратор». Квадратная глянцевая декоративная вставка и сбоку от нее индикатор питания. На торцах корпуса по всей длине присутствуют отверстия для вентиляции. Снизу приклеен стикер с названием модели N1008F и серийный номер. А также большие прорези в пластике для забора воздуха и вентиляции материнской платы устройства. На задней панели у нас расположены разъемы для подключения. Разъем для подключения внешнего блока питания на 12 вольт. Ethernet порт для подключения к маршрутизатору или к свечу для увеличения количества подключаемых камер до 8 или даже 16. А также подключение самого регистратора к сети интернет для удаленного доступа к системе видеонаблюдения. Два USB порта 2.0 для подключения мышки, а также внешнего накопителя. К примеру флешки для скачивания записанного видео. HDMI порт для подключения к телевизору или современному монитору. А также всем нам привычный VGA порт для подключения нашего старого монитора, который вероятно всего у каждого есть и пилиться в чулане. Вот мы и нашли ему применение. Давайте разберем корпус регистратора, выкрутив несколько винтов и посмотрим из чего он состоит. Небольшая плата управления. На процессоре как мы видим уже установлен небольшой алюминиевый радиатор, что уже хорошо. От платы идут два провода для подключения жесткого диска. Также есть один порт дополнительный для подключения SATA. Сюда подойдет как обычный диск 3.5 дюйма, так и 2.5 дюйма от ноутбука. Относительно радиатора на чипе процессора. В сети есть много видео, где пользователи снимают радиатор и ставят массивный радиатор на термопасту и в таком же духе. Я лично считаю, такие действия нецелесообразно производить по той причине, что главным источником тепла в корпусе регистратора будет не чип, а жесткий диск. Небольшого радиатора на чипе будет достаточно для его охлаждения и стабильной работы. Для охлаждения всей системы и в частности жесткого диска нам не обойтись без воздушного охлаждения. Тут два варианта. Или использовать регистратор без верхней крышки корпуса, или установить небольшой вентилятор внутри корпуса. Я к примеру планирую установить вот такую небольшую воздушную турбину над радиатором чипа процессора и сделать отверстие в задней крышке корпуса для отвода теплого воздуха. Также нужно будет установить DC-DC понижающий модуль для питания вентилятора. Таким образом мы добьемся уменьшения оборотов вентилятора и приемлемого шума воздушного потока. В случае установки обычного 3,5 дюймового жесткого диска рекомендую использовать диски от Western Digital серии Green на 5400 оборотов. Так как они при работе издают минимум шума и сильно не нагреваются, что очень важно для долговечной работы диска. Но к сожалению вы сейчас уже не найдете таких дисков в магазинах своего города, так как они сняты с производства. На замену сейчас стали выпускать серию пурпурного цвета, диски которой разработаны специально для систем видеонаблюдения по заявлению производителя. Но при использовании таких дисков нужно иметь ввиду, что вы в дальнейшем не сможете нормально их использовать в своем обычном компьютере, так как они не предназначены для этого и их производительность в таком случае будет очень мала. Как альтернативу зеленой и пурпурной серии можно использовать диски серии Blue, которых скорость вращения шпинделя равна 5400. И в случае необходимости такой диск можно использовать для хранения своих архивных файлов на компьютере. Следует напомнить, такой регистратор есть с 4-канальной и 8-канальной, как в данном случае. Но есть небольшое но, о котором не все знают при заказе регистратора. Что нужно понимать под названием 8-канальный видеорегистратор? То, что к нему можно подключить до 8 камер с разрешением Full HD и просматривать в реальном времени с них видео. Но запись будет производиться только с 2 камер в разрешении Full HD. При выборе разрешения записи в формате 960p, просмотр 12 камер и запись с 4. При выборе режима 720p, просмотр видео с 8 камер и запись видео с 4. Обидно, не правда ли? Но за такую цену не стоит жаловаться. К чему я это все веду? К тому, что не стоит заказывать с видеорегистратором сразу 8 камер в разрешении Full HD. Так как такой набор немалых денег будет стоить, а работать в полной мере такие камеры не будут. Разве что просмотреть видео вы сможете в разрешении Full HD, а записывать к сожалению нет. В данном случае нужно исходить из ваших потребностей и задач, которые вы ставите перед системой видеонаблюдения. Я считаю, что лучше заказать 2 камеры Full HD и использовать их по максимуму. Или заказать 4 камеры в разрешении 720p, это будет самый оптимальный вариант. Напомним, все зависит от ваших задач. Надеюсь, с основными возможностями регистратора разобрались. Все остальные характеристики вы можете посмотреть в описании товара. А также, возможно, я сделаю отдельные видео о настройке регистратора и подключении камер к сети интернет и просмотр видео с удаленным доступом через компьютер и мобильные приложения через веб-сервер XMA. А сейчас давайте перейдем к нашим камерам видеонаблюдения. Каждая из камер находится в цветной картонной коробке, в которой дополнительно упаковано мягкий пакет, а также в комплекте идет диск с инструкцией к регистратору в цифровом виде, а также программа CMS для управления камерами с компьютера. Первая камера купольного типа. Корпус металлический и окрашен в белый цвет. Такую камеру удобно крепить на потолок и легко менять угол съемки. Питание такой камеры осуществляется по витой паре с помощью блока питания на 48 вольт, так называемое питание POE. Очень удобно использовать минимум проводов и переходников, но такой адаптер нужно заказывать отдельно. Камера имеет объектив 3.6 мм и сенсор от Sony IMX 322 на 2 мегапикселя, а также 48 инфракрасных светодиодов, которые обеспечивают видимость камеры в ночное время до 20 метров. Камера поддерживает протокол ONVIV 2.0. Ethernet порт имеет индикатор питания камеры, а также в комплекте есть уплотнительные манжеты для герметичности и влагозащиты соединения. В любом случае монтажную коробку для кабеля желательно, я бы сказал обязательно нужно использовать. При круглосуточной работе камеры чувствуется ощутимый нагрев корпуса. Видимо при потоке видео в Full HD процессор нагревается прилично. Вторая камера также снимает в разрешении Full HD и имеет 2 мегапикселя. Построена в сенсоре от Sony IMX 222. Инфракрасная подсветка осуществляется при помощи трех мощных инфракрасных светодиодов и захват изображения в темное время суток до 25 метров. Питание такой камеры осуществляется при помощи блока питания на 12 вольт и 1 ампер. Для удобства подключения лучше использовать вот такие переходники. Стоят они недорого, а монтаж кабеля становится значительно проще. Давайте выкрутим несколько винтов и удостоверимся в том установленный действительно сенсор от Sony. А также приклеим на процессор радиатор для более стабильной и надежной работы камеры. По маркировке на стикере можно удостовериться, что действительно материнская плата на базе сенсора Sony. Или можно снять объектив и посмотреть на сам сенсор. Но это делать я не буду, так как не хочу удалять пыль с матрицы, которая наверняка туда попадет. На чип как раз у нас есть вот такой небольшой радиатор. Вот мы его и наклеим. С ним камера прослужит нам намного дольше. Как вы видите, разобрать и собрать камеру не составляет большой сложности. Только нужно все это делать при отключенном питании камеры. В следующих видео я подключу и настрою камеры к регистратору. А также проведем настройку и подключение видеорегистратора к облачному сервису для удаленного просмотра видео с камер на смартфоне и ноутбуке. В общем покупкой доволен. Продавец быстро выходит на связь и если у вас есть вопросы по товару или настройке, не стесняйтесь, задавайте и всегда получите ответ. Если вам также нужен недорогой регистратор, видеонаблюдение для квартиры или дачи, то ссылка на заказанный мной регистратор и камеры укажу в описании под видео. Удачных вам покупок и хорошего настроения. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До встречи в новых видеороликах на канале.